Вы смотрите и слушаете Радио Свобода Докуфест, фестиваль истинского документального кино. В течение почти всего декабря будет идти в Москве. Я сегодня попросила в студию прийти куратора фестиваля. Это Ольга Улыбышева, непосредственный куратор «Дача», которая собирала эту программу. Это Дмитрий Миронов, советник по культуре посольства Эстонии. Это Максим Павлов, историк и куратор многочисленных программ кино в прошлом, заместитель директора музея кино. И Антон Смирнов, антрополог, сфера интересов которого это народы Балтии и Уграфинская группа. Я правильно все сказала? Прежде чем мы поговорим непосредственно о вашей программе, я бы хотела начать с прошлогоднего проекта из фигуры Ленарта Мэри. Это выдающаяся историческая личность. С 1991 года он в течение 10 лет был президентом Эстонии. Я верно? С 1992 по 2001 год. И просто по эстонским законам не смог баллотироваться на третий срок. А так он личность абсолютно выдающаяся в смысле культурного деятеля. Потому что он был очень знаменитым писателем, еще и кинорежиссером. И в прошлом году вы, собственно, делали довольно большую программу, посвященную его деятельности в этом качестве. Причем он работал как кинорежиссер, он работал как антрополог и этнолог. Он интересовался разными финно-угорскими группами. Я должна сказать, что Антона я благодарна за такой, поддерживаю во мне, интерес к этой фигуре. И, разумеется, он был и выдающимся деятелем демократического движения. А этой зимой мы будем говорить о событиях 1991 года, о том, как страны Балтии выходили из Советского Союза, и чем все это дело кончилось, и каким образом вот эти шаги по пути самоопределения делались. И Леннет Мэри был одним из людей, без которых, видимо, этот политический процесс был бы абсолютно невозможен. Вот я сейчас прошу студию показать нам фрагмент из его фильмов, которые, ну, я так полагаю, что он был, конечно, ужасно увлечен всякими там обрядами, ритуалами, особенностями жизни, особенностями жизни малых народов, из которых, в общем-то, состоят большие народы. Покажите нам, пожалуйста, отрывки. Марийская свадьба начинается до восхода солнца. Борис Филиппович Малинин, механизатор из деревни Изи Кугунур, женится на Галине Михайловне Сергеевой, учительнице начальной школы деревни Немецала Моркинского района. В свадебном обряде луговых морийцев сохранились многие элементы патриархата. Когда-то в свадьбе участвовал весь род. Танцуют свахи в обрядовой одежде. Плечевая перевесть с ракушками каури связана с обычаем носить амулеты. Ракушки каури добывались на Маладивских островах Индийского океана. На груди свах, испанские талеры, чеканки конца 17 века. Дружки вооружены обрядовыми кнутами. Память тех времен, когда невеста умыкалась. Выходит помощник жениха Савуш. В обрядовых кожаных мешках гостинцы матери жениха для матери невесты. Савуш командует свадьбой. Жених и его гости выезжают из деревни за невестой по солнцу и возвращаются по солнцу. Приходит сын из мореходного училища. Говорит, для чего отец-то старую лодку нагромоздил на каменную ограду? Какой в ней смысл? Говорю ему, что в ней очень большой смысл. Лодка и одевала детей, и кормила. Это такая верная штука. Бывает даже вернее жены. Полный драматизма «Медвежий праздник» позволяет проследить, как древний миф обретает формы искусства. Когда-то и наши мифы о Калевах жили в столь же страстных движениях. «Медвежий праздник» 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 «Мерри» «Медвежий праздник» «Медвежий праздник» «Медвежий праздник» «Медвежий праздник» «Медвежий праздник» «Медвежий праздник» Почему? Потому что очень часто вот такие элементы, они сходят в какой-то угол, да, а он это все видел в большой картинке, в этом большом контексте Европы, истории Европы, культуры европейской и так далее. Во-вторых, это, безусловно, было связано еще с тем, что если вы вспомните, скажем, или если вы что-то знаете про 50-е, 60-е, 70-е годы в Советском Союзе, как тогда все это выглядело в общественном сознании и в общественной мысли, то то, что он сделал в документалистике, кинематографии, то, что сделал, написав две книги, они в этом смысле точно, так сказать, помогли становлению такого в общественном сознании, такого понимания. Да, Эстония — это часть Европы, это было очень сильно, это очень сильно. Допустим, книги шли на расхват, фильмы смотрелись, так сказать, на одном дыхании. Это в какой-то степени поддерживало национальное самосознание в Эстонии, безусловно, и не только в Эстонии, но в первую очередь в Эстонии. Кстати, обязательно нужно еще отметить одну деталь, которая тоже, в общем-то, стыкуется со всеми его действиями, с его работой. Он очень много работал с Финляндией, он очень хорошо разбирался в финской культуре, он имел очень большую сеть друзей, личных друзей среди героев финской культуры тогдашнего времени. Он прекрасно владел финским языком, он потом ведь работал даже послом в Финляндии, то есть он как бы видел, в общем-то, в какой-то степени общность финско-эстонскую, которая, кстати, была очень популярна в начале 20-х годов, 20-го столетия. И Ленард потом также в этом смысле действовал. А много ли удалось воплотить в жизнь господину мэри за сроки своего президентства? Да, я думаю, ему удалось воплотить в жизнь очень немало. С чего начнем? Начнем с того, что в качестве президента он в какой-то степени в самом начальном периоде свободной Эстонии определил некоторые правила игры политические. Это очень важно. Второе. Ему в заслугу надо отдельно поставить, так сказать, его очень прагматичную, но очень при этом в хорошем смысле высокую и эффективную внешнеполитическую деятельность. В качестве сначала министра иностранных дел, потом посла в Финляндии, потом уже президента, а потом даже после этого уже в качестве экс-президента. В том числе как на западном направлении, где он был, я бы сказал, в хорошем смысле лучший из возможных пропагандистов и дипломат, но и на восточном направлении. Как вы знаем, именно благодаря ему в свое время были подписаны, например, договора о выводе из нероссийских войск и так далее. За что его, кстати, нещадно били. Очень часто такие люди, они не воспринимаются в обществе в реальной их величине. И в этом смысле Ленак тоже через это все прошел. Теперь его уже ставят в пример. Например, в эстонском политическом словаре или в таком обиходе, в дискурсе всегда всех президентов сравнивают с ним. Какие-то действия, которые в каких-то конкретных случаях предпринимаются, опять же сравниваются, а вот как он тогда сделал или как бы он сделал. То есть он стал по-своему даже каким-то таким общепризнанным примером. Рай Бувары по Ленарте Мэри. Друзья, есть что добавить? Вы все-таки ради чего-то затеяли целый большой фестиваль. Дмитрий, к тому, что сказал Рай Бувары, как... Я бы, может быть, вспомнил то, что было связано именно с организацией ретроспективы, потому что, безусловно, наследие кинематографическое в первую очередь связано с финно-угорскими народами. И вот несколько лет назад даже была в Эстонии сдана такая киноэнциклопедия финно-угорских народов, куда как раз вошли фильмы Ленарта Мэри. Поэтому сей факт говорит сам за себя, насколько это значимо и ценно не только для эстонской, но в целом для как минимум финно-угорской культуры, а также мировой. Я бы добавила, что это вообще важно для понимания многонациональности в Советском Союзе или мультикультурности, если мы говорим о современном мире. И еще бы вспомнила, что ряд книжек и фильмов Мэри были просто запрещены. Видимо, они настолько противоречили концепции советской идеологии, что были такие моменты. Ну, или на полку отложены там как-то. Но они были в республиканском прокате, но это отдельно. Имеется в виду в Советском Союзе, я хотела сказать. Да, Дмитрий, продолжайте, пожалуйста. Возвращаясь к ретроспективе, надо сказать, что параллельно с ней мы же делали, конкретно посольство, мы привозили ее в Россию, а делали ее еще коллегией в Эстонии. Выставку, посвященную киностранствам Леонарда Мерри, то есть сама выставка представляла собой историю создания этих фильмов. И вот человек, пришедший для того, чтобы с ней ознакомиться, еще имел возможность посмотреть, что было результатом. Поэтому нам, мне кажется, очень в такой удачной форме, благодаря дорогим коллегам и партнерам с российской стороны, удалось вот эту тему здесь затронуть и отразить. Это, кстати говоря, забегая вперед, сразу ответ на вопрос, почему Леонарда Мерри практически нет в нашей нынешней программе этого года. Именно потому, что в прошлом мы ему посвятили отдельную ретроспективу. Совершенно верно. Но мне кажется, что ваша нынешняя программа все-таки связана с фигурой Мерри. Он в любом случае там фигурирует. Один из фильмов, он является автором, даже двой фильмов автор. Расскажите об этом, может быть. Вы в ретроспективе Мерри принимали участие или нет в прошлом году? Ну, я принимала участие в организации, в какой-то пиар-поддержке, если это так можно было назвать. Но поскольку мы показали все фильмы в Мерри в прошлом году, да, и фильм о нем, поэтому его, собственно, нет в этой программе. Но он фигурирует как автор сценария и вдохновитель двух фильмов. Фильм «Улица Пик» про одну из самых знаменитых улиц Таллина. Я бы сказал, да. А чем она знаменитая? Вот можно безграмотно сказать, как житель. В старом городе она считается самой длинной. По всей видимости, она потому и называется «Пик» в эстонском языке. Это длинная улица, в переводе на русский. Кроме этого, она считается, видимо, самой старой, поскольку ведет из гавани в верхнюю часть города, а Таллин рос именно с Вышгорода, сверху. Поэтому она действительно такое знаковое место для карты. А второй фильм? Второй фильм называется «Секреты Таллина». И в обоих фильмах, снятых, по идее, Мэри, как раз режиссеры пытаются восстановить, раскрыть какую-то мифологию города. И это опять своего рода исследование, только не этнографическое, а про город. Ну, в общем, историческое. Историческое, антропологическое. Испонистическое, да. Даже так. В 60-х. Спасибо, Уль. Максим, а у Мэри и кинематографисты? Я могу сказать, что, во-первых, у нас был формальный предлог, которым мы все-таки все пользуемся довольно часто. В прошлом году был юбилей Леонарда Мэри. Было 85 лет со дня его рождения. И для нас, ну, когда мы еще работали в музее кино и начинали такой длинный проект с посольством Эстонии здесь, в Москве, это стало каким-то закономерным этапом развития наших отношений по показу, ретроспективно показах эстонских фильмов. Первую программу мы делали посвященную эстонской анимации, которая до сих пор является, ну, таким символом кинематографа Эстонии. И с анимацией в Эстонии, слава богу, все хорошо. И даже в те годы, когда с остальным кинематографом, может быть, там, 90-е, начале 2000-х было не очень, эстонская анимация, действительно, она гремит на многих анимационных фестивалях. И поэтому для нас тоже было такое логично, что мы начали с нее. Мы показывали как старые фильмы, так и новые. А потом в 12-м году эстонская кинематография праздновала столетие. И мы сделали такую краткую историю эстонского кино за 100 лет. В основном сосредоточившись на показе художественных фильмов, но было там немножко и документального кино, была одна анимационная программа. И дальше у нас, собственно говоря, вот в задумках, когда мы еще работали в музее кино, было сделать такую же программу про документалистов и отдельную программу, посвященную Ленарту Мэри, которая, кстати говоря, стала камнем преткновения в момент нашего увольнения из музея кино. Потому что новый директор Лариса Уотовна Солоницына, по сути дела, запретила эту программу по каким-то надуманным предлогам, что она как бы не была плановой. Ну, для нее она, конечно, не была плановой, потому что она вообще внеплановый директор музея кино. А для нас-то она, конечно, была плановой. Но самое смешное даже не это. Самое смешное, я думаю, что она в какой-то момент, ну, это мое предположение, у меня есть для этого основания, она просто испугалась делать эту ретроспективу. Тем более она получилась бы, ну, как бы, чуть ли не одна из первых после того, как она пришла в музей. Потому что я очень хорошо помню, когда я пришел, я ей сказал про эту ретроспективу. Я первую сказала Оле, а потом я пришел и сказал, что да, будет выставка. Мы с эстонскими партнерами давно обсуждали, и вот появляется такая возможность осенью все это сделать. Она меня попросила на бумажке написать имя. Я это имя написал. Она вначале не сказала нет. Да, потом, я думаю, она просто погуглила, узнала, кто такой Ленард Мэри. И после этого придумала потрясающее вот это вот объяснение, что это внеплановая ретроспектива, поэтому ее не будет. Я помню, когда Наум пошел, так сказать, отстаивать эту ретроспективу, она говорит, ну, а что это за фильм? Говорит, ну, как это фильмы про финно-угорские народы. И была потрясающая реплика, да, а при чем здесь финно-угорские народы? И Наум тогда, ну, он, правда, ей не сказал в открытую. Почему он сказал? Он говорит, господи, она хоть бы знала, что она живет, в принципе, в городе, который находится на территории, ну, скажем так, контактной зоны финно-угор и славян, мы выразимся корректно. Вот. Это такие очень интересные обстоятельства, потому что действительно мы делали ретроспективу режиссера. Наша программа абсолютно не затрагивала никакие политические аспекты, потому что судьба Мэри как режиссера, она вообще как человек, как кинематограф, она тоже очень интересна. Ведь он никогда не учился кино. Более того, до сих пор многие кинематографисты в Эстонии, знаменитые, не считают его кинематографистом. А кем? Ну, вообще по образованию он филолог. Филолог, ученый, да? Он филолог, историк, исследователь. Силолог, исследователь. Потом он, так сказать, он писал книги, а на Таллинн-фильме он появился как редактор. И первоначально его, так сказать, функция была, он был редактором сценарного отдела. Более того, самый известный эстонский фильм советского периода, который, наверное, ты точно должна помнить, последняя реликвия к Романову. Разумеется. Редактором сценария был как раз Леонард Мэй. Поэтому, если ты внимательно посмотришь титры, то ты там замечешь эту фамилию. Потом он стал сценаристом. Вот как раз фильмы, которые мы будем показывать. Это фильмы 60-х годов, где он выступает в качестве сценариста. Документальных фильмов. И только в самом конце 60-х годов он, собственно говоря, берется за это дело и становится режиссером. И действительно, это такой вот, вот мне кажется, там просто сошлись его интересы. Интерес как исследователя, интерес как филолога, интерес как человека, занимающегося и интересующегося финно-угорскими народами в целом. И вот у него получилось таких пять фильмов. В том числе они представляют, но теперь, как это уже абсолютно точно понятно, и довольно редкий этнографический материал, потому что он со своей экспедицией добрался в том числе в те районы, в которых, в принципе, этнографических съемок до этого момента не проводилось. Поэтому, вне зависимости от того, как он их смонтировал, нравится вам эти фильмы или не нравится, это как документы фотофиксации, хроники, этнографические, имеют свою особую ценность. И для нас, конечно, это было интересно, потому что, к тому же, выставка его рассказывала именно об этих путешествиях, то есть о том, как он снимал эти фильмы. Это были одновременно киноэкспедиции и антропологические экспедиции. Поэтому нам казалось это абсолютно логичным, что музей кино должен заниматься такими интересными вещами. А уже, так сказать, его политической деятельности и все остальное в той программе не была совсем в фокусе нашего интереса. Просто так получилось, что стечение обстоятельств, назначения, и получилось так, что вроде как после того, как нас разогнали, они первые сделали политическую программу. Это даже в мыслях не было. Будем считать, что кто-то сверху, значит, каким-то образом. Я думаю, что речь просто идет о какой-то централизации культуры. И это было одним из маленьких шагов этого большого процесса. Знаете, вот что меня в этом кино Леннерс и Мэри просто поразило? Я выбрала специально эти фрагменты, где женщины с этими древними монетами, с этими древними ракушками. Товарищи, 70-й год, 1970-й год, Советский Союз. И это почти невозможно себе представить, что такой материал вообще... Знаете, так хорошо, я не до сих пор в цвете, потому что удалось. Это там отдельная история, не будем сейчас рассказывать. Кстати говоря, в фильме про Леннерта Мэри как режиссера есть отдельный пассаж, а финскую пленку снимали. Ну, в смысле, это было совместное производство с финами. Понятно. То есть его финские связи могли, да? Если бы это была какая-нибудь советская съема, то, скорее всего, в таком виде все это бы не... У меня как раз и качество съемок... Да. Тем более сейчас эти фильмы специально были восстановлены, дигитализированы. Вот для этой энциклопедии. Да, вот как раз для этой энциклопедии. И это прекрасно, конечно, потому что, я даже могу сказать, вот этнографические съемки того времени, их довольно все-таки много, они, как правило, делались на нашу пленку, потому что кодек, ну, кодек выдавался там Мэттером, на кодек снимал Тарковский, вот, а каким-то там документалистам, которые поехали неизвестно куда, выдавать хорошую пленку, конечно, никто не давал. И это было такое случайное, опять-таки, стечение обстоятельств, которое позволило иметь вот эту вот первоклассную картинку, когда ты это видишь так, это не потому что это зареставрировано до такой степени и заново раскрашено, а потому что просто с негатива сделана хорошая дигитализация, реставрация, и ты это видишь в том цвете, в каком вообще редко можно найти документальные съемки в нашей стране в советское время. Максим, спасибо, Антон. Ну, ваш интерес к Лену Тумере, я бы сказала, отличается от большой последовательности. Что вас в нем так цепляет? Он ваш какой-то внутренний учитель в деле изучения финно-угорских народов, или он просто лучший в своей профессии? Ну, я думаю, что очень сложно выделить какую-то, рассматривать Ленарта Мэрия, его персону в какой-то конкретной ипостаси. То есть он и кинодокументалист, и антрополог, и общественный деятель, и политический деятель. И правозащитник, я бы добавила, и дипломат. Да, то есть у него много разных вот ипостасей. Да-да-да, и светский человек еще. И светский человек, да. И мне кажется, Ленарта Мэрия и его фигура очень вдохновляющая. И его кино, ведь это же о разных финно-угорских народах и самодийских народах фильмы. И он пытается в них найти, но это вообще в духе эпохи. Он пытается найти, он следует и пытается их рассматривать как нечто единое. Вот. И для любого человека, который занимается финно-угористикой, реалистикой, это интересно бесконечно, но это очень вдохновляюще и для финно-угорского движения в России. Когда он рассматривает, вот да, как нечто единое все эти народы. Давайте мы сейчас в качестве странного такого отвлечения посмотрим фрагмент фильма Алеши. Это документальный фильм Мелис и Моху, который, в общем, известен более или менее российской публике, по крайней мере, столичной, потому что он был частью фестиваля Art Dog Fest несколько лет назад. И он посвящается судьбе бронзового солдата по Таллине, о том, как там, значит, сначала русскоязычная часть населения его всячески использовала как место для своих митингов, таких пророссийских. А потом эстонская часть активистов протестовала и требовала его сноса. А потом его там как-то консервировали, защищали и, в конце концов, убрали и сохранили в каком-то другом месте, если я правильно, на военном кладбище. Вот. Я предлагаю все это начать не потому, что это часть вашей ретроспективы, а потому что один из кураторов вашей ретроспективы вспоминает об этом фильме в своем предисловии. Мне кажется, что это такой, ну, более или менее понятная точка разговора нашего дальнейшего, понятная для людей, которые нас смотрят и слушают. Пожалуйста, студия, дорогая, покажите нам отрывок из фильма Альюшем. Лопусь, кем мы и эстлаждане, мы имеем с маоперемехи, и они селси-мехи, которые в оккупацияхе, должны быть мы и Естинской религии обязаны, чтобы они должны жить здесь. Не, чтобы они окупировали в оккупирование в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, в месяц. Это было бы не так. Продолжение следует... 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 Леймана. Два сеанса предложения. Мы показали фильмы Андреса Сиота и Марка Сосара. И это оказалось какое-то просто неизгладимое впечатление на меня произвело. Два фильма Сиота мы повторим в этой программе по просьбе самого. Он приезжает. Мы повторим 511 лучших фотографий с Марса. Потрясающие фильмы, просто пронизанные буквами 60-х. Абсолютно какие-то волшебные свободные люди, зависающие в кафе Таллина. Советский Союз. Ты смотришь фильмы, ты думаешь, боже мой, это не может так быть. Это Европа. Это было просто что-то волшебное. Потом уже фильм через десятилетие, Иванов день, про то, как меняются традиции, что случается с традициями народных праздников в таком индустриальном обществе, советской, брежневской эпохи застоя. Совсем другой фильм. Мы, честно говоря, хотели от этих фильмов отказаться и показать другие фильмы Сиота, но он сам признал, что это его лучшие картины, поэтому мы повторим. Не только он признает общий признак, что это действительно лучшие картины, поэтому мы их повторим. А Оле было абсолютно то, что есть какие-то, я вообще не мистик, но Оля абсолютно случайно на фестивале в Гдыне встретилась с Оосаром, когда она уже стал прокуратом в этой программе. Я пропустила всю экскурсию, потому что просто я увидела этого человека в свитере таком одинаковом... Точно такого же, как на фотографии. Да, да, точно тоже на фотографии, в похожем свитере. Просто я помню, как я там размещала эту фотографию в соцсетях, вот, и просто стояла и не знала, как было. Хотя он разговаривал, между прочим, с министром культуры Польши. Я дождалась, пока эта дама уйдет, вот, и захватила Марка. А что вы ему сказали? Я сказала, я попыталась поговорить не по-английски. Я знаю. Да. Здравствуйте, а вы Марка Сассар. Вот, он сразу пришел на русский, видимо, услышав мой акцент, вот, и я сказала, что вот, мы делаем эту программу документального кино, и мы очень хотим показать ваши фильмы в следующем году, потому что в следующем году у него будет юбилей, ему 70, а его фестивалю 30 лет, и поэтому он сказал, что он очень, он сказал, что он очень хочет приехать к нам в следующем году, потому что для него это будет 100-летний юбилет, в сумме, если сложить его годы, и 30 лет его фестивалю этнографических фильмов в Перно. Поэтому у нас вот уже есть, мы еще этот фестиваль не сделали, а мы уже знаем, мы уже знаем, мы уже знаем. А у вас уже есть продолжение. Слушайте, я хочу у Антона спросить, есть ли у него вообще, есть у вас представление о современном эстонском кино, или о каком-то вот, о любом периоде документального кино, которое мы сейчас обсуждаем, и как это для вас все выглядит, и что вам нравится? Да, но я, у меня есть некоторое представление о современном художественном эстонском кино, вот, которое просто потрясающее, и мне очень нравится, но вот, что касается 60-х, ну и вообще советских лет, то нет, у меня нет представления, наверное, кроме фильмов Кальо Кийска, но они опять же художественные, вот, вот, а документалистики эстонской я не знаю практически ничего, и для меня есть только вот эти визуально-эстрофологические работы Леонарда Мэри, но я надеюсь сходить на ваш фестиваль, да, обязательно, и, да, все это увидеть, вот, и особенно вот этот фильм 511, фотографии, смотрюсь. Это то, что Эймас называется, совершенно. И тут интересно еще для Эстонии, мне кажется, что вот в 60-е годы, то есть тут такой небольшой, происходит отказ от историзма и политики в сторону какой-то вот, поэзии и лирики, а в фильмах, вот, да, поэтическая традиция, собственно говоря, для эстонской документалистики, она одна из главных, я бы сказал так. Собственно, то, чем славилось эстонское документальное кино в советское время, что началось с балтийской, общей балтийской документалистики, новой волны, вот, эстонцы, они в том числе, вот если там Герц Франк, он был, и Рижская школа, они про что-то другое были, сейчас не будем говорить про что, то в Эстонии это очень важно было, вот этот такой экологизм в широком смысле слова. Экологизм, да, если возвращаясь к Ленарту Мэри, кстати говоря, который был и экологом в том числе, и одно из направлений его деятельности было экологически. Если говорить о эрике и поэзии в прямом смысле слова, то это, конечно, мне, как переводчику части фильмов, потому что не все фильмы были снабжены субтитрами, некоторые мне приходилось переводить самому, это добавляло дополнительную работу, потому что, безусловно, поэтические струки, которые действительно используются в фильме, это же гаранты, ну, во-первых, это отдельная вообще вот часть, скажем, перевода видения, да, не каждый за нее берется, я этим практически никогда не занимался, хотя перевода в своей жизни по долгу службы делал довольно много, с эстонского на русский, я имею в виду, вот, то есть я для себя некоторые, фильмы, вот, просматривая именно на предмет перевода, да, и переводя их, впервые увидел их и познакомился, это в первую очередь, наверное, ну, я бы сказал, 30-е годы, вот, период независимой эстонской республики, там, 60-е, 70-е, что сюда ближе, оно мне было более или менее знакомо, вот, но вот, с точки зрения вот этого вот лиризма, да, это, естественно, присутствует, это подчеркивают те, кто занимаются профессиональной документалистикой, я думаю, что наши зрители, пришедшие на сеансы, это тоже заметят. Ну, и наверняка, хорошая операторская школа, я плагаю. Ну, собственно говоря, Сёд, он же, вот, тот самый фильм знаменитый, о котором мы уже говорили, «Секреты Таллина», где Мэрия была сценаристом, Сёд на этом фильме Томбека был оператором. А, то есть нельзя... В разных апостасях присутствует, в разных картах. Если вы хотите допросить всё то, что он думает про Лен-Мэрта Мэрия, нужно воспользоваться, это возможно. Окей, воспользоваться. Да, но у нас внутри, как бы, есть ещё два, ну, две такие памятные для нас даты мы отмечаем. Во-первых, в этом году, к сожалению, шёл Семён Школьников, это один из двух оставшихся живых фронтовых операторов, и специальный сеанс будет посвящён его памяти. Вот, он прожил, слава богу, долгую жизнь, дай бог каждому, в 98-м году. Вот, и почти до конца своих дней он был очень активен, он очень, когда я не знаю, можно так и сказать, ну, он, по-моему, очень удачно, несмотря на свой возраст, интегрировался вот в Новую Эстонию, и Новая Эстония тоже признавала его заслуги, то есть не было какого-то такого конфликта. И, ну, мы просто считали, конечно, нашим долгом сделать программу, посвящённую его памяти, его фильмов, где он выступает и как оператор, и как режиссёр. К сожалению, эти фильмы тоже у нас практически не показываются. И закрываем мы, вот, если, так сказать, говорить, ты вспоминала про солдата, мы специально не взяли вот самые последние фильмы. Я думаю, что мы потом сделаем... То есть фильмы нулевых годов? А, у нас на нулевых заканчиваются. А, нулевых, то есть десятых, они правильно поняли. Да, у нас заканчивается началом 20-21 века. И заканчиваем мы тоже не случайно фильмом про Арва Пярта, потому что этот год юбилейный и для Арва Пярта тоже. Поэтому вот эти пуаны мы расставили. Я думаю, что они будут интересны. Ну, то есть, конечно, мы рассчитываем, что будет какая-то часть публики, которая будет ходить на всё по возможности, да. Но есть и такие отдельные программы, которые могут привлечь вот тех людей, там, кто-то занимается военными операторами, им интересно сказать. Тем более, что многие фильмы... Ну, во-первых, большинство фильмов мы вообще показываем, я думаю, впервые в Москве. И многие фильмы специально были перегнаны для этой программы. То есть, такая уникальная возможность увидеть то, что не хранится в наших российских архивах. Потому что многие фильмы, которые особенно документальные, если художественные фильмы, которые снимались в Союзных Республиках, все обязательно сдавались в Госфильмофонд, в Белые Столбы, то документальными фильмами была другая история. И большая часть как раз документальных фильмов, которые снимались в Республике, в Красногорский архив не сдавались. Поэтому у нас... Ничего нет. У нас, да, у нас другой возможности эти фильмы посмотреть нет. Слушайте, а скажите, у меня «Балтийский путь» есть в России программе. Давайте вот мы посмотрим фрагмент из него и его обсудим. Это как раз тоже веха. Веха и даты. Фильм этот сделан, я забыла, в каком году? В 89-м. И «Балтийский путь» это, собственно говоря, ну, это такая историческая парадигма, это исторический факт, когда там, не знаю, тысячи людей встали вот в такую вот цепочку по всей Балтии, демонстрируя тем самым свою приверженность демократическим принципам и готовности отделиться от Советского Союза, то есть в его имперском изводе. И это была такая очень впечатляющая акция. Покажите нам, пожалуйста. Покажите нам, пожалуйста. Покажите нам, пожалуйста. Покажите нам, пожалуйста. Последний план дает нам представление о, так сказать, объеме этой акции. То есть, в общем, вот эта съемка там откуда-то сверху показывает, сколько людей на самом деле, какой география все это занимает, а в общем, ну, в основном, насколько я помню, там содержательно, это короткие интервью с людьми, которые в этой цепочке стоят, которые из разных стран, которые говорят, почему они это делают. Что мы помним про историю этого фильма? Кто-нибудь тут не можете рассказать, как он создавался? Я могу сказать, почему мы его выбрали. Потому что, ну, я не читаю по-эстонски, и когда я пыталась составлять программу, я читала на технике, как на второе читаю, на английском и французском. И «Балтийский путь», что интересно, показала французская синематека в такой небольшой программе эстонского документального кино, из-за чего мы сделали вывод, что это, ну, важный фильм, потому что, конечно, французская синематека это всегда образец. И интересно, что они показали его одним сеансом с другим фильмом, который будет в нашей программе, с «Санцеворотом» Владимира Карасева, таким фильмом, запрещенном фильме о событиях с 40-го года. Вот это тоже можно посмотреть в нашей программе. А что касается потом, Дима, помните, мы с вами выясняли про права на «Балтийский путь», и оказалось, что это первая вообще независимая видеокомпания, которая называется «Маурум», поставила этот фильм. Да, действительно, она существует, они любезно предоставили нам права, и в этом смысле, конечно, их и всех остальных правообладателей стоит поблагодарить за то, что мы можем это все показать. И могу сказать, что вот я еще отметил для себя, что этот фильм, ну, поскольку три страны участвовали в этом, то три страны, собственно говоря, и в фильме бы представлены. То есть там самый большой вот список людей, операторов, авторов сценария, несколько, если я не ошибаюсь, и несколько строчек он занимает, это имена эстонцев, латышей, литовцев, то есть это была такая копродукция, скажем. Безусловно, тот факт, что это вот действительно первая компания, которая вообще стала производить уже... Которая ныне жива. Да, ныне жива, и производит документальное кино, это тоже хорошее... Вот, и еще он встает линейку, еще с двумя фильмами, которые мы будем показывать, в которых тоже снимали большое количество операторов, потому что вообще, когда снимаются вот такие вот массовые действия, связанные с историческими переломами, операторов всегда работает много. Это фильм «Воля народа», это первый фильм 1940 года, первый советский фильм, снятый после событий 1940 года. Полнометражный. И какова же была «Воля народа»? Ну, как? Какая-то была «Предикование народа». И фильм «Советская Эстония» 1946 года, это тоже полнометражный фильм, это вот, можно сказать, главный документально-хроникальный фильм после событий 1945 года. После событий 1940 года, после событий 1945 года. Я честно могу сказать, у нас была мысль показать, в том числе, фильмы периода немецкой оккупации, но мы отказались, именно потому что мы не хотели, то есть у нас нет никакого здесь политического смысла, да, но мы не хотели вот вывешивать вот этот вот маркер, который может зарубить всю программу. В конце концов, мы, конечно, об этом говорим, об этом написано в статье. Ну и кроме этого, в эстонских архивах практически не сохранилось все просто. Это либо бунты с архивами, Более того, да, это не эстонский фильм, это просто немецкий фильм, снятый иранским режиссером, который монтировался в Риге. Это что-то невероятное. А это точно такой же фильм, который был выпущен для всех трех, вот, собственно, показать о страданиях под советской властью, эстонских, литовских и латышских обывателей в период немецкой оккупации. И, конечно, ну, как бы это было бы логично, но мы пожертвовали этим фильмом, вместе все приняли такое решение, потому что для нас все-таки главное в этой программе показать, как документальный кинематограф является сейсмографом, да, и можно иногда чуть-чуть чем-то пожертвовать, что мы предполагаем, что есть, и мы об этом скажем, для того, чтобы дать посмотреть все остальное. Максим, спасибо. Я предлагаю нам вот для завершения нашего разговора посмотреть еще трейлер фирмы «Поющий народ». Мне кажется, это фильм 47-го года, если я правильно помню. И вот он как раз прекрасным образом иллюстрирует, так сказать, идеологическую составляющую, которая проникает, хотят документалисты того или нет. Покажите нам, пожалуйста. Покажите нам, пожалуйста. «У тversionый народ» «Утты метод» «У Дома Тーヤ» Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok